Небывалые цифры. 2341 новый случай коронавируса зарегистрировали в Югре за минувшие сутки. Это на 400 больше, чем днем ранее. Заболевшие есть во всех 22 муниципалитетах округа, но лидирует по традиции Сургут. Здесь 755 подтвержденных случаев. В Нижневартовске 377, в Сургутском районе 195, в Нефтьюганске 194, в Хантамансийске 177, в Урае 104. В остальных городах и районах 65 и менее заболевших. Большинство югорчан переносит коронавирус, как ОРВИ. Лишь у 61 человека диагностировали пневмонию. За сутки медики обследовали более 10,5 тысяч человек. В ковидных госпиталях плюс 5 тяжелых пациентов. Сейчас врачи оценивают состояние 59 человек как тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За крыл больничный 121 югорчанин. Добавлю, в связи с ростом заболеваемости в Югре в поликлиниках округа увеличивают количество выездных бригад и приемных кабинетов. Территория центра здоровья. Там увеличено количество принимающих, так скажем, бригад. Два человека в первую смену, два во вторую. Плюс помогают медицинские сестры, берут мазки, записывают пациентов. Кабинет этот работает с 8 до 20 ежедневно, включая и субботу, и воскресенье. В ночное время это либо вызов скорой помощи, либо обращение в приемное отделение. Но посмотрим, как будет эпид-ситуация развиваться, пока вот режим работы такой. То есть рассматривается вероятность, что придется... Ну, это не исключается. В Белом Яру начали производить железобетонные конструкции. В Нижневарцевске сейчас выпускают воздуховоды, а в Сургуте перерабатывают металлолом. Это новые производства, запущенные в округе. О них сегодня рассказала Наталья Комрова во время прямого эфира. Онлайн-беседу посвятили развитию бизнеса. Губернатор Югры отметила, что в 2021 году была сделана попытка восстановить экономику после пандемийного 2020-го. И попытка оказалась вполне успешной. Об этом говорит и статистика. В прошлом году количество вновь созданных предприятий увеличилось на четверть. Всего в Югре сейчас работают почти 60 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Еще 41 тысячи югорчан оформили самозанятость. Объем промышленного производства превысил 5 триллионов рублей. Сейчас Югра входит в пятерку регионов России с наиболее развитым экономическим потенциалом. Каждый новый проект бизнес-сообщества, бизнес-структуры – это положительные изменения в жизни югорчан, основа для экономического развития территории и, следовательно, возможности по развитию человека-гражданина. Пандемия дала толчок к развитию многих сфер жизни. К новым реалям подстроился и рынок услуг. Так, из-за карантинных мер и режима самоизоляции ставку на дистанционные продажи сделали продуктовые ритейлеры. И не прогадали. Сегодня люди все чаще совершают покупки через удобные сервисы. Это значительно экономит время и помогает избежать очередей магазина. Сейчас в каждом крупном торговом центре можно встретить молодых людей, которые занимаются сбором таких заказов и курьеров, которые их развозят. Чаще всего югорчане заказывают мясную, молочную, хлебную продукцию, а также свежие фрукты и овощи. К слову, эксперты считают, что покупатели продолжат использовать онлайн-сервисы и после окончания пандемии. Сервис онлайн-доставки мы запустили в конце мая 2020 года, как раз в разгар пандемии. Жителям города это дает возможность заказывать продукты питания и другие необходимые товары, не выходя из дома. Популярность данной услуги растет с каждым днем, потому что это актуально. Улучшаем качество сервиса, качество предоставляемой услуги, повышаем уровень и скорость доставки. Заботятся о своих клиентах и транспортные компании. К примеру, воздушные перевозчики возвращают купленные заранее билеты тем, кто из-за ковида не смог отправиться в путешествие. На что еще могут рассчитывать югорчане, узнаете завтра в программе «Больше чем новости». Начало эфира 18.15.